Всем привет! Сегодня на небольшом, но максимально информативном обзоре я постараюсь рассказать о сериале «Очень странные дела». Да, я его посмотрел и оценил качественную и глубокую стилизацию под 80-е. Я просто не мог пройти мимо этого сериала. Очень бы хотелось, чтобы и вы после моего обзора посмотрели его и, может быть, черкнули пару комментов под этим видео. Итак, начинаем. Создателями этого шоу стали 32-летние братья-близнецы Росс и Мэтт Дафферы. Проект был задуман за три года до реализации, но тогда им не хватало опыта работы на телевидении. В 2015 году они написали и срежиссировали полнометражный фильм «Затаившись». Их первым теледебютом была работа в команде сценаристов сериала «Сосны». «Очень странные дела» стал полностью авторским проектом братьев Даффер, в котором они выступили как исполнительные продюсеры, сценаристы и режиссеры большей части эпизодов. Сюжет этой истории таков. 6 ноября 1983 года жутким и таинственным образом исчезает 12-летний Уилл Байерс. Мать пропавшего мальчика Джойс в исполнении актрисы Вайноны Райдер не находит себе места, пытаясь найти сына. За помощью она обращается к начальнику полиции Хопперу, роль которого исполнил Дэвид Харбор. Начальник полиции начинает расследование исчезновения. Друзья Уилла тоже отправляются на поиски пропавшего друга, но встречают в лесу девочку с необычными способностями в исполнении молодой актрисы Милли Бобби Браун, которая что-то знает об их пропавшем друге. Вскоре выясняется, что к исчезновению как-то причастна секретная правительственная организация, занимающаяся исследованием случайно открытых ворот в другое измерение. История затягивает с самой первой серии и ведет к сомнительному хэппи-энду аж восемь эпизодов. Причем к концу каждого выпуска шоу создатели преподносят такой финт, что нужно срочно смотреть следующую серию. Потрясающая атмосфера начала 80-х. Прически, одежда, вещи, машины, поведение людей в конце концов. Типичный провинциальный городишко Америки со своими проблемами, людьми и событиями. Потрясающий саундтрек плотно ложится на картинку, позволяя насладиться ушедшей эпохой. Все актеры подобраны грамотно и смотрятся отлично. Каждый на своем месте. Дети не переигрывают, а искренне вживаются в историю, которая происходит на экране. Целая куча известных и не очень исполнителей заставит вас 8 серий залипнуть у экрана. Безусловно, одной из центральных фигур сериала является героиня-актрисы Милли Бобби Браун, которая с успехом справилась со своей ролью. Кстати, для сериала она должна была быть с короткостриженными волосами. Для любой 11-летней девочки это кошмар. Но создатели сериала «Братья Дафферы» показали ей, как круто смотрится Шарли Стерон в «Безумном Максе», после чего Милли согласилась. Шеф полиции в исполнении Дэвида Харбора очень крут и не зря занимает свой пост в этом маленьком городке. Война на райдер здесь была более чем убедительна в роли матери, готовая на все ради того, чтобы найти своего мальчика живым. Злодеи из правительства в сериале выставлены темными и лживыми, идущими буквально по трупам ради своих целей. О спецэффектах. Создатели не стали делать олдскульные эффекты, используя куклы и анимацию, а ограничились компьютерным исполнением, так как, скорее всего, более качественное визуальное исполнение должно было добавлять градус к лихозакрученному сюжету. Несомненно, в художественном плане трудно не заметить визуальное влияние таких фильмов, как «Чужие» и «Сайлент Хилл». В сериале много реверансов в сторону Стивена Кинга, как, например, оформление заглавных титров сериала, подобный шрифт использовался на обложках его книг. Или, например, патрульный охраняющий морг читает книгу Стивена Кинга «Куджо». А в одной из серий «Дети долго следуют по железной дороге». Это было в романе Стивена Кинга «Останься со мной». Да весь сериал буквально набит пасхалками из 80-х. Наблюдательный зритель узнает здесь имена, похожие действия и реальных людей, например, хищник или другие ипостаси. Не случайно здесь упомянута фамилия сценариста и режиссера Дэна О'Беннена. На стенах мелькают плакаты фильмов «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми, «Нечто Джона Карпентера» и «Челюсти». Можно также отметить, что этот сериал пронизан духом работы Стивена Спилберга «Инопланетянин». Шоу «Очень странные дела» вскоре после выхода заслужил очень высокие оценки телекритиков и зрителей. Восьмисерийный фильм оказался настолько успешным, что на момент создания этого обзора продюсеры заявили, что нужно быть полным идиотом, чтобы не снять второй сезон. Если вы еще не видели «Очень странные дела», срочно смотреть. Потрясающая история, отличная постановка, хорошая игра актеров, просто потрясающая музыка, приятный видеоряд, наконец атмосфера 80-х. Это прекрасный образец, заслуживающий вашего внимания и вашего времени, чтобы провести несколько вечеров с героями в городке, где творятся очень странные дела.